Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую всех вас на моей страничке в Facebook. Я надеюсь, что все хорошо провели выходные, отмечали 9 мая, День Победы, и задумались над темами наших будущих эфиров. Что сегодня я хочу с вами, о чём разговаривать, и что сегодня для вас я приготовила, проанализировав нашу предыдущую неделю, я получила большое количество вопросов всяческих, получила много комментариев, и я сегодня хотела бы поотвечать на эти вопросы, которые касаются темы репродукции, темы фертильности, темы восстановления после биометра, и мы с вами не затронули тему, по которой тоже очень много было вопросов, это кесарево сечение. И сегодня, конечно, я расскажу детали, касаемые коррекции по родовспоможению, у нас был большой блок по родовспоможению, и сегодня как раз моя информация вся для вас будет в основном основываться, базироваться на ваших запросах и ваших вопросах. Ну что, поехали! Вопрос у нас по поводу биометры, по поводу биометры и по поводу контрацепции. Много, посмотрите, в комментариях очень много вопросов по поводу как раз медропета, много негативного вы можете также найти по отзывам об этом препарате. К сожалению, медропет, я сама и никогда не пользовалась, да, я вам говорила уже о том, что я не знаю, что это за препарат, но мне достаточно было открыть просто-напросто то, из чего это все состоит, когда, но здесь никакой нет разницы, только разница в названии. Посмотрите концентрацию препарата, посмотрите то, как влияет этот препарат, и я против гормонов вот таким образом, кошкам. К сожалению, даже разовая дача купирования одной всего лишь течки может нести за собой очень печальные последствия, друзья. Это серьезные вещи, гормоналка, как раз именно эти препараты. Помним, да, что они вызывают очень большое количество опухолей, опухолей железистых тканей, к сожалению, это фиброденомы, это фибромы, и как и у котов, так и у кошек. Конечно же, у кошек большая проблема с течками, но мы же с вами уже все обсудили на прошлой неделе, что мы делаем коррекцию, у нас есть другие вещи, чем более безопасно, чем мы делаем коррекцию. И вопрос в этой связи касаемо восстановления после этого медропета, в частности, как и после других контрацептивов. Есть жалобы, когда единственный раз купировали одну течку медропетом, то есть небольшой промежуток времени использовали, и 2,5-3 года, 4 года, конечно, есть такие проблемы, что кошка не вяжется, то есть она просто пустует, и мы не знаем причину. В идеале, конечно, разобраться, да, посмотреть по анализам крови, попробуйте подкорректировать, если нет возможности полностью обследовать кошку, попробуйте подкорректировать все-таки нашими волшебными стимуляционными схемами, плюс дополнительная витаминизация, то есть как мы с вами все это рассматривали. Есть еще тоже вопрос, кошка не рожает после 4 таблеток гистринола. Что делать? По здоровью тоже все хорошо, вот тоже делали обследование. Все эти проблемы, к сожалению, вот они из-за гормональных контрацептивов, и их очень сложно корректировать. Это сложно, но это возможно. Такие же проблемы, когда кошки у нас не вяжутся и длительное время не рожают, как раз тоже после пиометры. Пиометра, как вы помните, она очень успешно лечится консервативно. Важно, кто делает все так, как положено, то есть не останавливаться на единичной разовой даче препаратов, то есть нельзя взять, купировать за неделю или за две недели и все, и забыть на этом. Нет, это длительный период. Помните о том, что такое пиометра. Пиометра, когда скапливается эксудат, гнойный эксудат в полости матки, и все это должно у нас выливаться, оно само по себе никуда не денется, оно не рассосется, оно либо в полость брюшную прорвется, либо рано или поздно оно будет подтекать и кошку отравлять. Конечно, там же ткани расплавляются, и чем дольше вы пиометру не лечите, тем шансы сменится, что эта кошка останется вообще с маткой и будет фертильной. Поэтому, если случилось то, что уже пиометра имела место быть, но она успешно вылечена консервативно, то есть все хорошо. Терапию и восстановительный период у таких кошек он приблизительно одинаков, как и после применения контрацептива. Точно так же я особняком сейчас вам расскажу по восстановлению после кесарево сечения, быстрого восстановления после наркоза, но восстановление как-то как в послеродовом периоде у такой кошки, оно тоже присутствует. И очень часто как раз кесарято, кесареные кошки, они сами по себе могут давать ту же пиометру. Это не гормонозависимое, но это происходит из-за того, что есть в матке и народные тела, как вы не крутите, есть там в любом случае шовники и рубец на матке, и здесь могут возникать различные воспалительные явления. В основном это начинаются всевозможные эндометриты и такие вялтекущие процессы, которые по большому счету многие просто не замечают. А кошка может и давать мазню, может давать розоватые такие выделения, вы можете просто это не увидеть, так как кошки себя вылизывают и бывают очень чистоплотными. Так или иначе, если случилась проблема, как вообще узнать об этой проблеме? Ну, во-первых, кошку кесареную нужно контролировать на предмет послеродового УЗИ, то есть все ли у нее в порядке, нет ли там каких-то бят. Котят она, допустим, котяток она откормит. Вот первый УЗИ в идеале, когда вы снимаете швы, сейчас если вы шьете все-таки, и ваш доктор продвинутый шьет материалом, который не нужно снимать, все по-разному шьют. Я шью тоже, например, мне нравится, когда не снимается ничего после кесарева, не нужно таскать никуда кошку. Но контроль УЗИ, конечно, он должен быть на 7-14 сутки. Почему в этот период важно понимать, простите, 7-14, 7 и 14, не или-или. То есть в идеале это двойной контроль, вот такой, либо это 10 и 14. Но вот эти 4 дня, что они вроде как бы покажут вам? Вы будете видеть то, насколько матка сокращается, и нет ли там каких-то воспалительных проблем. Почему это важно понимать? Смотрите, сейчас современные всешевные материалы, они могут в полости матки рассасываться частично, лизироваться раньше времени. И вот как раз недельные УЗИ, то есть на 7-е сутки, оно вам покажет, все ли там в порядке, хорошее ли формирование рубца, все ли там с нитками в порядке. И, соответственно, 14-й день у вас тоже будет хорошим показателем. То есть вы тоже все это будете видеть. На моем опыте я вам скажу, что у меня 3 случая было, в разной промежутке времени. Первый был очень давно, когда кошку я решила все-таки довериться доктору, и попросила, он говорит, можно я сделаю по боковому доступу? Я никогда своих кошек не кисарила по боковому доступу. Эту кошку была кисареной по боковому доступу. Но я вам хочу сказать, никакой УЗИ, конечно же, тогда не делали. И эта кошка, у нее была экстренная кисарева, по понятным причинам. Это не была плановая операция. И вот эта вот моя кисареная кошка, она у меня примерно, наверное, день на 10-й. Я заметила, что она как-то странно себя ведет, и все время у нее мокнет эта повязка. А мы тогда кошки еще ходили в попонах. Котят у нее не было живых, к сожалению. Но у этой кошки у меня прям сочилось все время. Я спрашиваю доктора, ну как-то вот мне не нравится. То есть сочится розовым, прям кисель розовый идет. В итоге сменили доктора, и приехали, доктор повторно кошку оперировал. У кошки лизировались шовные, ну нитки, то есть шовный материал, стал рассасываться раньше времени. И шовный материал, которым сшита мышца. То есть он, когда кожа-то, там были нитки обычные, которые нужно снимать, но когда он открыл кожу, мы были очень удивлены. То есть это мой был первый случай вот с тем, как рассасываются раньше времени шовники. Второй случай был на моей практике относительно недавно, может быть года три назад, когда котенка, плановая стерилизация котенка, это пустяковая, на самом деле, ну малоинвазивная такая операция хирургическая, хотя и полостная. Все настолько точно, все это очень быстро происходит, никаких попон, котята мои, ничего там не носят. Ну, в общем, смысл в том, что все прекрасно прошло, шов сухой, кошка активная, бегает, прыгает, и у нее, то есть операция была по белой линии, там царапка меньше сантиметра, 7-7,5 миллиметров всего лишь. То есть все, внутрикожный шовчик, все чисто, все хорошо. И у котенка, у этого котенка у кот 4 месяцев, может чуть-чуть меньше. Вдруг у этого котенка мы наблюдаем то, что у них, как бы, ну, помимо того, что есть отек, но он послеоперационный отек, он всегда будет, да, так как, и представьте, как бы и мышцы сшито, подкожно-жировой слой не шьется, обычно у котят, потому что, ну, смысла нет, и, ну, как бы, все равно слой швов, он есть. И вот у такого котенка, у моего, а у одного, причем, спамил, то тоже случился такая же примерно катаклизм, у нее, мне пришлось повторно ее, как бы, вводить наркоз, нам вот с доктором, мы увидели, что там у нее, где подкожно-жировой слой, у нее мышцы, то есть, ничего там не случилось с мышцем, успели мышцы схватиться, как бы, да, но было все очень на грани, потому что ниточки, которые, которыми были сшиты, ткани мышечной, они тоже стали растворяться раньше времени. А последний случай, он вообще был совсем недавно, когда пришла бракованная партия ниток, и, как бы, здесь это обнаружилось уже на третьи сутки, что просто швы вот так все, как рот стали расползаться, внешние швы. Все, поэтому, как бы, вот такие вот ситуации могут быть, и любая из таких ситуаций, в частности, кесаревое сечение, понимаете, да, что это вмешательство, вмешательство серьезное. И о последующей репродукции, когда мы ведем речь после кесаревого сечения, после пиометра и после гормоны, гормонов, как бы, после контрацепции, оно требует очень и очень серьезного восстановления, к сожалению. Вот, а почему про лизированные вот эти вот ткани, как бы, про шовники, я вам рассказываю, они вызывают симптоматику у взрослых кесаренных кошек. Мало того, что у кошек, то кесарево, как бы, не вот тебе сахар, то есть болевой синдром очень сильный первые сутки, а еще это дополнительный провокатор всевозможных процессов. То есть, есть локальная воспалительная реакция, есть нагноение, есть там куча всего, то есть, организм же реагирует, уже живой, поэтому любое хирургическое вмешательство, оно всегда находится не то, чтобы в зоне риска, но на особым контроле. Поэтому здесь не забывайте, затронута матка, а это репродуктивный орган, который сам по себе, пиометра, да, может возникнуть, эндометриоз может возникнуть, а если там было еще вмешательство, и там лигатура, и там эти нитки, и там рубец, то есть, понятно, да, соединительная фиброзная ткань, то есть, там очень много всего, и ни один, как бы, врач вам не сможет никогда гарантировать то, что кошка после кесарево сечения будет там, ну, рожать, например, даже если ей там оставили матку, что она сможет выносить. Это исключение больше из правил, что если кесареная кошка, допустим, рожает, рожает планово, что у нее все хорошо, просто, допустим, ну, брахицефальные породы часто прибегают к плановому кесарево, но есть животное, которое вот первоначально, это было экстренное кесарево, конечно, и последующие беременности не всегда могут заканчиваться с нормальными физиологическими родами. И вот как раз восстановление, сегодня мы обсудим по восстановлению, что нам надо делать, чего не надо делать, это интересная, интересная достаточно тема, которая очень актуальна для всех нас, и как раз вот в таком длительном восстановительном периоде мы должны понимать, что то, во-первых, вы должны знать, какая была терапия после кесарева или после пиометра, и была ли она вообще в принципе, да, если пиометра это все понятно, что терапия была и гормоны делали, чтобы шею какое-то открытие, антибиотики шарашили, и вроде как бы оно все в порядке, но опять-таки многие почему-то считают, что вот сейчас там мы полечили кошку от пиометра, мы ее сейчас по-быстрому повяжем, бытует такое ошибочное мнение многих врачей, что вот таких кошек спиаем после пиометра, что их надо очень быстро вязать, иначе там будут какие-нибудь нехорошие рубцы или еще что-то, с чего там они будут эти рубцы, и как вы в неподготовленную после пиометра матку вообще будете планировать что-то туда посадить, я имею ввиду эмбрион, это невозможно, поэтому восстановление длительное, не просто так, курс лечения тоже очень длительный, и в этот момент как раз когда у вас если случилась такая проблемная кошка, ваша задача купировать прежде всего все ее хотелки, кошки очень быстро забывают, что была какая-то с ее здоровьем неприятность, что там болезненные ощущения после той же пиометры, после кесаревых течений, если на них воздействует свет солнечный, и день идет на увеличение, у кошки запускаются процессы, кошка говорит, ага, я сейчас хочу замуж, и мне надо детей срочно, поэтому нужно сделать так, чтобы у кошки не было течек, это будет очень хорошим помощником для вас и для кошки в ее фертильности будущей, то есть от этого напрямую зависит, это очень важно, то есть помни, да, что мы корректируем светом и мелатонином, это прям вот очень важно, второе, конечно, что мы делаем дополнительную подготовку, то есть мы кошку готовим к витаминизации, поэтому прежде чем не торопитесь сделать стимуляции, вот сейчас там авариум мы поколем, вот простимулируем там месяц и все, и отправим ее вязаться, нет, этого тоже будет недостаточно, поэтому мы ее сначала будем восстанавливать, мы будем использовать, например, около двух месяцев витаминизации этой кошки, будем подключать витамин А, помним о том, да, что как бы мы его используем, потом мы его один исключаем и начинаем кошку стимулировать для того, чтобы она у нас в последующем повязалась, и как раз витамин А, он нужен обязательно в восстановительном периоде для того, чтобы у нас, если это кесарево, то образовался хорошая выстилка, на очень многие на самом деле обменные процессы реагируют, как бы провоцируют правильную регенерацию, будем так говорить, помогает совместно с витамином Д и с витамином Е, конечно же, еще, например, вот в таком восстановительном периоде, мне кажется, что я встречала уже в каком-то из вопросов, есть такой чудесный препарат, он тоже компаний Хель, это препарат называется мукоза композитум, то есть, что такое мукоза, это гомеопатия, авариум композитум или композитум, как его, да, по-разному называют на территории России, это из, это одной фирмы препарата, откуда и траумель, собственно, но, что касается мукозы, мукоза интересный препарат, я его очень люблю и его не используют в остром периоде, то есть, когда мы лечим биометру, например, или когда мы кошку только после кесаря, вот только-только случилось, то мы его не используем в остром периоде, мы его используем в периоде восстановления, вот как раз он отторгает какие-то омертвевшие ткани, если они там есть, помогает регенерировать все это, то есть, он как раз работает при вот таких травматичных, рженевых, при некротических процессах, при гнойных процессах, но именно вот когда уже идет реабилитация, поэтому, если вы подключите, например, ту же мукозу, если, что я подразумеваю по поводу биометра, как бы острый период, то есть, период изгнания эксудата, да, когда у нас матка полным-полна жидкости, когда это все нам с вами нужно убрать, все это нужно выгнать, мы все это делаем, с помощью, помним, да, алезина, все это делается под прикрытием антибиотиков, противовоспалительной, если есть температура, то понятно, что мы используем, безусловно, конечно же, жаропонижающий, нарокарп тоже, и мы делаем эту терапию, но по схеме-то, помните, как мы применяем наш, например, наш алезин, то есть, у нас он на седьмые, там, да, и на четырнадцатые сутки, и вот мукозу можно подключать, если у нас основное количество эксудата вылилось первые, там, семь-тиро десять дней, то со второй недели мы можем, с четырнадцатых, вернее, суток, мы можем совершенно спокойно подключать уже непосредственно мукозу, которая прекрасно сработает, то же самое после кесарево сечения, после кесарева на десятые, четырнадцатые сутки можно применять мукозу, мукоза применяется длительно, то есть, она не сработает, если ее взять, просто вот один раз сейчас как бы уколоть, нет, там флакон, флакон очень удобный, и вы ее делаете в зависимости от веса кошки, 0,1 на килограмм веса, не обязательно даже делать каждый день, вот достаточно делать через день, но у вас должно быть курс большой, примерно 15-20 инъекций, это минимум, вот представьте, 20 инъекций, это уже 40 дней, если мы, да, делаем через день, вот на этом и основана, в принципе, вся гомеопатия, то есть, это накопительный эффект, и мукоза в сочетании вот с остальными препаратами, она очень хорошо работает, еще мне задавали вопрос, касаемо препаратов, я хотела бы тоже прокомментировать про это лекарство, препарат называется лохезис, это, в общем, препарат не очень корректный для кошек, по той причине, что он очень аллергичный, сделан он из яда змей, поэтому дозировка у него гранулами, и их нельзя дать кошке, по той причине, что кошка не будет у вас рассасывать это на языке, второе, как я уже сказала, то есть, это очень-очень высок порог аллергических реакций, очень высокие проценты, так что не надо им рисковать, ради получения какого-то мнимого результата, который не факт, что он у нас будет такой, какой нам нужен, и что я вам скажу, что как раз приблизительно одинаково у вас будет схема работать на восстановление, и при кесаревом, и при пиометре, и при восстановлении, когда у нас есть какой-то воспалительный процесс, после гормонотерапии, после контрацепции гормонами, то есть, мы вот как раз вот это все и будем с вами делать, витамины, плюс та же мукоза, и, конечно, вспомогательный наш, следующим курсом в догонку мы помогаем как раз авариумам и авариумитам. Еще интересный вопрос у нас по поводу кесарево сечения, чем облегчить состояние кошки после наркоза, очень часто после кесарева кошки не очень хорошо себя чувствуют, ну, во-первых, наркоз и анестезии, все врачи используют разную, есть анестезия, которая используется с антидотом, кошка очень быстро из этого состояния выводит, есть сочетанная комбинированная анестезия, есть анестезия без антидота, то есть, разных вариаций очень много, вплоть до того, что некоторые умельцы могут делать как бы наркозы такие, что кошки по трое суток находятся в очень таком состоянии печальном, как бы, ну, плохо себя чувствуют и начинают ну, только-только в себя приходить к концу третих суток, такое тоже может быть, и, конечно, я считаю, что, если так случилось, что врач такую кошку отдал, это не совсем корректно, то есть, врач должен отдать проснувшуюся, по сути, кошку, и эта кошка должна находиться в стационаре под контролем и под капельницей, а не в сонном состоянии, должна быть выдана, ну, как бы, хозяину, да, то есть, это тоже, на самом деле, не очень правильно, но на практике это все показывается обратным, и поэтому часто владелец забирает спящую кошку после кесарева с этими котятами домой, что его ждет? Вот кошка начинает отходить от наркоза. Друзья мои, мы с вами в невыдоквате находимся, когда мы после наркоза отходим, а что мы можем о кошках говорить? Это животное, не нужно их очеловечивать, им туда, им больно, но у них не соображают мозги еще после, то есть, вот это наложение болевых ощущений, плюс чувство дискомфорта и опять-таки жжение в зоне рубца самого, плюс если там какие-то попоны, повязки, это понятно, да, тоже есть с давлением, есть тянущие ощущения, плюс если это кесарево опять-таки, да, что не забывайте, что у нас очень часто плоды-то извлечены уже, все, то есть резко как бы животик, животик у нас получается меньше, у нас и матка сокращается, кошка же не проходила такой полноценный физиологический процесс родов получается, то есть все вот эти факторы, они прямо влияют на то, как себя кошка ведет и конечно же такая кошка, если все это случилось, в редких случаях, в редких действительно исключениях, кошка к себе подпускает сразу котят, во-первых, нужно смотреть то, какую анестезию давали кошки, если как бы наркоз тяжелый вот такой, как я уже говорила, да, когда кошки по несколько суток их коматозят, очень часто котятки новорожденные, они имеют депрессию, то есть у них угнетаются все функции из-за тяжелой анестезии, потому что, к сожалению, любой наркоз, он проникает через плацентарный больер и котята получают свою дозу наркоза, к сожалению, поэтому здесь нужно максимально правильный и корректный выбрать препараты, что сделать, например, если выбрать некорректные препараты или что сделать и как помочь котятам, вопрос очень сложный, потому что многие считают, о, мы сейчас быстренько сделаем наркоз кошке, дадим антидот кошке и котятам все у нас радостно проснутся, ничего подобного, вот такие котятки сарят, они погибают, они рождаются живыми, им делают антидот и у них происходит процесс который очень быстрый, то есть что-то начинает запускаться очень быстро, а что-то еще наоборот не готово и у них происходит дисбаланс и перекос все, и такие котята они погибают в течение первых нескольких часов после рождения, то есть у них угасают все функции к сожалению, поэтому есть даже проблема с тем, что когда вот таким котятам вводят большую дозу антидота у котят начинает неправильно сама по себе кровь функционировать, то есть у них бывает и повышается резко свертываясть крови, то есть нужно очень внимательно подбирать наркоз, поэтому если вдруг вообще такое случилось, что надо кошку кесарить, что нужно врачу тоже сказать, что и спросить у него чем он пользуется, не будете читать об этих препаратах и доктор знает, допустим, нормальный доктор, что знает, что для кесарева, для стерилизации это разная анестезия, а в государственной например лечебнице им вообще без разницы, зачастую вот у нас например была раньше государственная лечебница, туда кроме как за справками люди никогда никакие не ходили, потому что ну к сожалению это факт, такое может быть, что просто животное гробили, поэтому нужно это учитывать, конечно же когда кошка отходит от наркоза она нуждается в нашей с вами помощи, конечно, это прежде всего купирование боли, чем можно купировать боль у такой кошки, никакие анальгина, баралгина, ничего мы это не делаем, есть прекрасные ветеринарные средства, тот же например нарокарп, который достаточно сильный препарат, он хорошо работает на купирование болевого синдрома, плюс это нестероидный противовоспалительный препарат, и он сам по себе очень хороший дает эффект, и для котят новорожденных он не вредный совершенно, конечно же, если у вас есть кошка-кормилица, какая-то другая мамочка с котятами, вы можете дать этих котят всех кошки-кормилица, но вы можете дать им чтобы они пару в первые часы после рождения попытались сосать эту кошку, чтобы получить первую порцию молозива, в случае, что это нормальные физиологичные котята и нормальная беременность, то есть нет конфликта по группам крови, что все совместимо, просто есть какая-то экстренная ситуация, из-за которой случилось кесарево сечение, то есть да, можно дать, но помните о том, что я вам сказала, котята, которые рождаются после кесарева, они, эти котятки-то, они тоже тормозные, то есть их нужно тоже раскачивать, и раскачивать достаточно серьезно, помним о том, что у котят есть волшебная зона, которая находится вот здесь ровно под носиком, между губой верхней, центром и прямо вот ровно под носом, можно взять какой-то предмет, ну, как зубочистка, то есть оно должно быть острым, но не должен травмировать, и просто нажать на несколько секунд, подержать, у них возбуждаются очень сильные рефлексы, и дыхательные, дыхательные прежде всего рефлексы, что позволяет раскрыть легкие, и депрессии, меньше шансов вообще ее получить, конечно же, здесь вам тоже очень поможет кардиамин, который капаем на язык, то есть эта жидкость, как волокардин выглядит, совершенно такой доступный препарат, если его нет, то инъекционный препарат, кардиамин, либо на худой конец тот же кофеин, кофеин хуже в неонатологии использовать, нежели чем кардиамин, кардиамин более мягкий препарат, и к кисаря там он подходит. Обычно, в принципе, в клинике, если доктор нормальный, он делает реанимацию новорожденных, и он все это делает сам, но может такое случиться, что он работает один, даже без ассистента, он будет кошкой заниматься, если там особенно какая-то проблема, какой-то риск кровотечения, какой-то воспалительный процесс, что-то есть, он просто может вам подоставать котят, дать вам этих котят в лобке, и развлекайтесь вы как хотите, тоже сплошь и рядом такое врачи исполняют, поэтому вы должны быть готовы к тому, что котят придется вам выхаживать, и вам их придется реанимировать всячески, вот, поэтому, что касается именно восстановления кошки, именно сразу после кесаря, то вы должны купировать боль, прежде всего, боль и воспаление, не будет боли, с кошкой, с ее головой, все будет в порядке, поэтому препарат, вот я вам сказала, как будто, что нарокарп и его аналоги, их много аналогов, почитайте про него, препарат интересный, хороший, я его использую много лет, и также его использую после стерилизации котят, кошек, то есть, он работает в сутки, его надо делать один раз в день, первые три дня после родов, после вот таких вот, оперативных родов, да, после кесаревого сечения, в частности, вот, так что имейте в виду, и когда у кошки пиометра, есть вот эта вот фаза изгнания гной, то есть у кошки могут прям под этим препаратом возникать полноценные такие вот, ну, как бы копия потуг, то есть кошка потуживается, у нее все это выходит, а это болезненно достаточно для кошки, и вы можете тоже использовать нарокарп, нарокарп, у него дозировка 0,1 на килограмм, то есть нормальная обычная дозировка, стандартная, превышать ее не нужно, потому что препарат, ну, не шуточный такой, он серьезно купирует боль, он по-другому работает, нежели чем анальгин, бралгин, вы знаете, да, почему нельзя анальгин, бралгин использовать кошкам, анальгин это препарат токсический, он очень сильно влияет на печень, на почки, а самое главное, что он молниеносно разжижает кровь, и у кошки возникает сумасшедший риск кровотечения, то есть кошка просто может истечь кровью, после операции никогда никакие анальгины, бралгины, то есть это ничего нельзя применять категорически, потому что вы этим провоцируете большой риск, то есть кровь становится очень жидкая, и любой, то есть даже шов, который по сути уже там все как бы образовался тромб, то есть у вас все это очень быстро может случиться, не дай бог, но имейте в виду, что не применяем вот такие препараты. Дальше, вопросы у нас большое количество, очень интересно, вы тоже можете писать в комментариях, в нашем как бы чате, и в нашем просмотре, есть вопрос, в какой дозировке капать, и можно ли капать инъекционный, инъекционный кардиамин можно уколоть, капать его в язык, под язык не надо, если препарат для инъекции, то конечно его лучше просто уколоть, у него в принципе эффект будет тот же самый, что вы уколете, что его под язык, под язык его удобно, его делаешь, во-первых, дозировка его маленькая, во-вторых, ты его используешь вместе с травматином, и он дает очень хороший эффект, то есть чередовать, сначала капнуть кардиамин прежде всего, и потом уже каждые 20-30 минут капать по капельке травматин, заводятся хорошо все функции, и все прекрасно. Препараты, что по поводу локсикома, локсиком, мелоксиком, это все препараты, они все из одной категории, они тоже все подойдут, препараты для кошек, после кесарево сечения подходят, исключительно в инъекционной форме. Ты как кошку в наркозе можешь доставить, съесть таблетку, если она отходит от наркоза, и у нее страшно, все это жутко болит, и вообще ничего ей в белый свет не имела, и не котят, и не нужны вы, и не нужны ей самой для себя. Никакие таблетированные формы в таком критическом периоде, и в первые часы после кесарево сечения, они априори не могут быть применены, потому что это физически невозможно, плюс у кошки есть болезненность, кошке кошкам рознь, поэтому тоже нужно это понимать. И какая-то кошка просто будет сидеть и болеть, будем так говорить, а какая-то кошка будет все свое вот это болезненное состояние вымещать через агрессию. Это тоже стандартная, как раз наиболее часто встречающаяся ситуация, когда кошка отходит от наркоза вот таким макаром. Ножпа не поможет в данном случае, ножпа не надо делать после кесарево сечения, по той причине, помним о том, что ножпа это спазмолитик, она убирает спазм, и гладких мути в том числе, и не забывайте о том, что делает ножпа, расширяет сосуды, соответственно, артериальное давление она роняет, поэтому кошки после анестезии, после такой полостной операции, они и так-то ледяные все, холодные, их греть надо, таких кошек. Тут еще, когда, если еще ножпа им добавить, ну, тут совсем у них упадет давление. Именно поэтому кошкам в послеродовом состоянии, взрослым, им нельзя колоть сульфокамфкаин, да, что мы, по сути, в неонатологии можем использовать, котятам можем использовать, а кошкам после кесарева не можем использовать сульфокамфкаин. Опять, почему? Да по этой же причине, что это сердечный аналептик, и он в таком состоянии, он вам уронит кровяное давление, и все, и вы его не поднимете никогда в жизни, ну, мизотоном поднимете, но это мало поднять, это же еще стабилизировать нужно, а после кесарева сделать, это сложно, потому что организм кошки находится под воздействием серьезных препаратов для общего наркоза, то есть для общей анестезии. Это же не просто так, это выключается в голове, в мозгу в кошачьем выключаются центры, которые ответственны за боль, то есть, да, плюс это миорелаксанты, кошка не может пошевелить ни рукой, ни головой, потому что у нее все расслаблено. Помните, да, наверное, какие-нибудь старые фильмы про индейцев, когда они там ядом кураре стрелы обрабатывали и впуляли эти стрелы во врагов, вот и яд очень быстро действовал и обездвижил, то есть человек не умирал, но он был неподвижен, потому что кураре, подобные вещества, это серьезная вещь, то есть парализует все, мышцы не могут работать, человек может находиться в сознании, но мышцы не работают. Это вот два отличия, есть наркоз, есть анестезия, которая боль выключает, есть препараты, которые выключают двигательную активность, и то, и другое применимы как раз при полостных операциях. Без милорелаксанта вы, даже кошка будет в глубоком наркозе, у нее при любом прикосновении, допустим, к мышцам брюшной полости, мышцы, они будут сокращаться, независимо от того, хотите вы этого, нет, поэтому если вы не сделаете этого, ну не вы, доктор, доктор будет крайне сложно оперировать, потому что он не сможет добиться правильного результата, то есть качественной работы не будет, и риск кровотечения очень велик, без вот таких вещей интересных. Ну такая как бы тема любопытная. Ну что, у нас есть еще замечательные как раз вопросы, касаемо вот тоже кесаревого сечения, как быть, какой надрез, где какой разрез лучше. Я вам расскажу то, что знаю, основываясь на своем собственном опыте. Я по-разному использовала, конечно же, самый лучший, самый удобный доступ при экстренном кесаре, это только по белой линии. Но я думаю, что все, все помнят то, что когда врачи, чтобы максимально быстро извлечь матку, извлечь плоды, чтобы кошку спасти, не особо-то и церемонится, сделает вот такой шов как бы от солнечного сплетения до самого низу. И раньше же не было таких интересных, хороших шовников, когда люди могли не снимать даже потом ничего, а это были такие серьезные отдельные швы, просто чуть ли не там не канатами, которые нужно было ехать и снимать, которые доставляли кошке кучу неприятностей, которые часто вызывали много реакций различных. То есть и воспаление, локальные отеки, и куча страшных ситуаций на самом деле. Но времена медицины развиваются, в том числе ветеринарная медицина развивается, поэтому на современном уровне будем говорить, что сейчас все хорошо и с шовниками, и с анестезией, с инструментами, все есть и все прекрасно. Но, во-первых, конечно, в операциях используется коагулятор в основном. То есть люди, которые оперируют, даже если этот доктор работает на выезде, коагулятор – это прекрасная штука. Помните, у всех были в детстве выжигатели, мы по дереву выжигали. То есть такой аппарат, и у него нагревательный элемент, там игла или штампик такой, вот у меня в детстве был, и мы там по надосочках всяческие поделки делали в школе. И вот коагулятор, он очень похож по принципу работы. То есть его задача какая? Поджарить сосуды, и из-за того, что они поджариваются, они сплавляются, то есть запаиваются, как пакет целлофановый. И у вас нет риска кровотечения, потому что зачастую, если с котами все с ними просто и понятно, то есть там настолько все, особенно если этот котенок, настолько все там как бы примитивно, да, и вот есть кот, вот есть у него семейник, туда один сосуд подходит всего, и один как бы семенной канатик, то есть все, там больше нет ничего. А у кошки это и матка рогатая, она иннервируется, то есть ее что-то питает, да, у нее из боков и снизу по телу матки идут два огромных просто сосуда, две крупные такие вот прям два шланга, его оба рога. И сами яичники, не забывайте, они тоже находятся над рогами, и они находятся на связках, и они тоже обладают очень серьезной кровяной иннервацией. И вот как раз очень часто среди самых распространенных осложнений после кесарево сечения и после стерилизации это как раз риск кровотечения, именно кровотечения из, казалось бы, вот такой вроде бы убрали яичник, вот небольшой сосуд, и вроде бы лигатуру наложили, и все, то есть это же не как у крупных собак, у них культя, например, никуда не подшивается, культя матки яичник, он убирается, связочка просто в брюшной полосе свободно находится. И иногда как раз, если человек успевает сделать там анализ, заметить, что кошке там плохо, когда есть не полностью, как бы сосуд у вас запаян, то есть может случиться, что начинает где-то, где-то потихонечку такое кровотечение. И на самом деле, в редких случаях можно это вот обнаружить, обычно это быстро происходит, и животное просто погибает. Но может такое быть, что это все процессы вялотекущие, и человек сразу замечает, что вот кошка после такой ситуации плохо себя почувствовала, стала грустной, бывало, что вот она там выйдет, после операции все хорошо, и на следующий день все, у нее вялость, у нее депрессия, у нее температура низкая, и в любой клинике, даже человеческой, в любом инвитере, сделайте анализ крови, общий, посмотрите железо и гемоглобин, вы сразу увидите, что там, если есть кровотечение, там будут очень низкие показатели гемоглобина, просто они будут нулевые, ну не прям нулевые, но будут крайне низкие. И, конечно, нужно срочно экстренные хирургические меры применять, кошку вести, срочно ее оперировать, искать, где там что, где что прорвало. Вот, на самом деле, это, как бы, вроде бы не считалось прошлым веком, это самое частое осложнение после стерилизации, после кесарево сечения, к сожалению. И проблема, в чем заключается еще, то, что мало того, что там, если это стерилизация, то там все убрали и все. А когда это кесарево сечение, вы представляете, там какого размера вообще все эти сосуды, там не просто вот эта вот матка, рогатка, да, как бы у нее два рога и тело. Очень удобно показывать, что у кошки матка рогатая. У нее мало того, что тело снабжено, оно еще каждый вот этот сосуд, матка же растет, котят чем-то питать надо, там просто, как в аватаре, вот это дерево огромное, с корнями, с гигантскими. Врачи, которые, я думаю, что, либо заводчики, которые это видели, думаю, что такое зрелище, это прям вот как из фильмов ужасов кровавых, когда врач оперирует, там кажется, что очень много вообще крови, и сам врач, и все. Там не столько крови, там много отколоплодных лодок, но то, что там огромное количество сосудов, которые прям, их количество и ширина, прямо пропорционально количеству котят, сколько там их в матке находилось, вот представьте, что каждому котенку нужно доставить питательные вещества, от него забрать. Вот это плаценты, которые не как у людей, у людей она лепешечкой, а у кошечка, она вокруг всей трубы прикреплена, да, то есть помним, что у них разные типы плаценты, если у людей проникает через плацентарный барьер антитела, которые мама выдает, ребенок рождается уже с набором антител, а у котенок нет, у него настолько материна плацента устроена, очень хитро, что она ничего вообще не пропускает, кроме наркоза, то есть вирусы иногда могут проникать, к сожалению, потому что у вирусов, у них нет клетки как таковой, нет оболочки клеточной такой, вот как в истинном понимании слова, вирусы, да, проникают, но антитела нет, не могут проникать, поэтому котеночек-то у нас и нуждается в порции молозива, для того, чтобы себе заполучить в первые часы жизни, пока там в кишечнике у нас не закрылось, это окошко, которое способно вот эти макротела принимать, вот эти, то же самое, по аналогии с кишечником котенка, вот эти решетка, так называемая, в плаценте, которая питает котенка, она очень маленькая, а молекулы антител, они огромные, они через эту решетку не могут проникнуть, понимаете, не могут пройти через эту плаценту, точно так же, у котенка в кишечнике есть крупные отверстия, которые в первые часы после рождения могут забрать себе вот эти шарики антител, через сутки, через двое суток они все вот так вот закрываются и все, и туда уже, под какую бы кошку вы котенка не клали, какой бы там молозива вы ему не пихали, оно просто у вас транзитом все, в туалет выйдет, все, то есть тут-то по-другому больше, больше ничего не случится, поэтому проблема вся какая заключается, касаемо кесарево сечения, огромный риск кровотечений, длительный наркоз с обездвижкой, риск для котят, да, тоже всегда есть, проблема еще большая заключается в том, что надрезы есть, нужно еще угадать, врачи это знают, где нужно делать надрез, нужно сделать корректный надрез, чтобы не повредить крупный сосуд, который питает вот эти плодные пузыри, да, то есть в плаценту нельзя попасть, потому что иначе у вас кошка просто погибнет от кровотечения, это же круг кровообращения у малыша и у мамы, а малыш-то как бы пророщенное же все, это потом уже в процессе рода, под воздействием окситоцина, у нас же сначала котенок в физиологическом роде рождается, а плацента там еще, потому что он до того момента, как он не родится, он прикреплен, с мамой связан, потому что он чем-то дышит, а дышит он через пуповину, поэтому как только он родился, он сделал свой первый вздох, все, у нас сигнал произошел, и у нас матка начинает плаценту эту отторгать, как только это физиологически случается, у нее сами капилляры уже перестают кровить так, чтобы это вызвать риск кровотечения, а в условиях кесарево сечения, оно немножко по-другому происходит, и вы тоже должны это знать, и есть риск повредить сосуды крупные, ну и конечно же, последнее из таких вот тоже серьезных осложнений, это шовный материал, как я уже говорила, потому что используются шовники для того, чтобы купировать, наложить лигатуры на сосуды, чтобы не было кровотечения, там мы страхуемся всегда коагулятором, то есть прижали, пожарили и все, но коагулировать мы не можем просто без лигатуры, то есть мы зашили и коагулировали, а на крупных вот таких вот кесареных матках, что нам делать, то есть мало того, что матка, когда извлекаются плоды, у нас в саму матку сразу колется окситоцин, мы просто видим, как у нас сокращается эта матка у тебя на глаза, а доктор должен работать, он должен корректно, быстренько все зашить, подлатать, чтобы еще кровоостанавливающие препараты наколоть, понимаете, а если там еще, простите, были мертвые плоды, уже такие трупы со стажем, как я их называю, это же все еще почистить надо, успеть, чтобы никакого инфицирования не было, чтобы перитонит не развился, перитонит, это редко достаточно происходит, слава богу, в современном мире, по большей части происходит именно риск отторжения шовного материала и риск локальной местной аллергической реакции, плюс травматический отек, ну, как бы есть раны, которые грязные раны, а есть хирургические раны, которые вот после скальпеля, но так или иначе, это травма, будем так говорить, да, на пальцах, это травма, которая быстро достаточно заживает, но при условии, что была соблюдена стерильность, а если там инфицированные плоды, а если там уже была какая-то проблема, то есть это должно быть очень много факторов совпасть, чтобы не было воспаления, чтобы даже на фоне, вот, казалось бы, при соблюденной стерильности, вот, зашили, а кошка какую-то конкретную, какую-то конкретную нитку не воспринимает, у неё там на какой-то день начинает всё это капсулироваться, а это местная реакция воспалительная, это отёк, и будет там вот такой комок, как бы, то есть, ну, осложнений на самом деле очень-очень много, и вопрос в чём заключается, что если вы пережили со своей кошкой кесарево сечение, и, конечно же, мы заводчики, мы должны понимать, по какой причине было сделано кесарево, вот, давайте я вам в двух словах расскажу, надо оставлять там матку или нет, в каком случае, в случае, когда вы знаете о том, что кесарево это случилось экстренно, по причине того, что, например, застрял плод, крупный плод застрял, либо, например, пошёл в бифуркацию, то есть, бифуркация, это вот, вот эта зона, где, из рога в рог, бывает, что котёнок идёт, 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 идёт не вниз, как по водосточной трубе, а на каком-то моменте происходит сокращение, и он вместо того, чтобы пойти вниз, он уходит в другой рог, и он ложится вот такой подковой, и сам не может выйти, и другим котятам он никогда выйти не даст, развернуть вы его не сможете, у нас, мы не можем всей рукой, как корове туда, в кошку, в мать влезть, понимаете, это невозможно, поэтому, вот если такая ситуация имела место быть, у вас все карты в руки, если вы понимаете, что кошка тужится, вы делаете пальпацию, понимаете, что там до котёнка, ого-го, сколько, матка открыта, но вот вы упёрлись в спину котёнка, то есть в тело его, то есть тут не надо ждать, в таком случае, конечно, безусловно, мы сохраняем матку, при условии, что там в матке всё чисто, и что у нас там котятки живые остальные, и у них всё хорошо, то есть у них не нарушена целостность пузырей, то есть такая кошка, кисарёнка, вполне себе вероятно, что она будет рожать сама, у меня кошка Фроси, которая вот самая, как раз моя первая кошка, проблемная кошка, у которой по боковому доступу был разрез, у неё было экстренное кисарё, погибли все котята, эта кошка, это были её вторые роды, сейчас я хочу вам сказать, что эта кошка, она жива-здорова, она 2003 года рождения, живёт у моей мамы, Фроси, с фиолетовыми просто глазами, колорпойнта, лайлак, кримпойнт, с белым, и как раз, что в этой кошке, вот после того, что с ней всё это случилось, что некачественный материал тушёвный был, и у неё вот этот вот рот открылся, и у неё задета была почечная лоханка, как выяснилось, после кисарева, спустя два с половиной года, у меня эта кошка сама родила двух котят, то есть никто у неё не застревал, у неё была, как бы у неё даже течек не возникало, она просто жила всегда так очень скромно, ну понятно, что с ней много всего делали манипуляции, и у неё было корректное восстановление уже тогда, то есть у неё были витамины, у неё были какие-то лекарства, то есть всё, прошло время, и кошку повязали, и она родила двух котят, то есть каждый котёнок был в своём роге, и потом, как бы мы приняли решение, что мы просто её стерилизуем, и я хочу вам сказать, что стерилизовали мы её по белой линии, мы не стали брать старый убец, и как бы не следует, если случилась ситуация вот такая, что вот, как бы кесарево сечение, и всё-таки ценный экземпляр, и кесарево это экстренное, и вы должны понимать, что если у вас нет страховки, что нравится вам эта кошка безумно, и что вы хотите, прям ждёте от неё котят, с родовой деятельностью, причём всё у неё хорошо, то есть что и потуги у неё, и схватки, и матка отлично работает, не бойтесь, такую кошку, такую кошку совершенно спокойно, можно попробовать дать ей ещё родить в будущем, если она, всё-таки, естественно, вы будете делать УЗИ, смотреть совершенность рубца, как бы как ведёт себя рубцовая ткань, но в такой ситуации вы будете только принимать решение, нам же важно отличить, как бы генетическую предрасположенность к плохим родам, да, и вот такую вот экстренную ситуацию, которая так случилась, вот что она произошла, и это случайность, также можно просто-напросто планово, чтобы её кесарили, чтобы вы там ни себя не мучили, и чтобы вы не сидели, не тряслись на иголках, почему важно понимать предысторию, и анамнез этой кошки, да потому что, если у кошки врождённая, которая передаётся там от мамы, не знаю, по какой-то там линии, допустим, мать там имела проблемы в родах, там по трое суток сидела, кукожилась, там одного какого-нибудь выродит живого, остальное всё дыхлики, ой, зато какой красивый, вот такого оставишь, как бы, да, котёнка, он вырастет, и у неё то же самое начнётся, но вот как раз такое, вот не надо выставлять, ну, оставлять в бридинге, убирайте всё, и стерилизуйте, пристраивайте, мы заводчики, мы должны, как бы, всё-таки разводить хороших, правильных кошек, поэтому нужно делать выбор, когда, что нам убирать, убирать матку стерилизовать, или всё-таки, всё-таки оставлять в племенной работе, если нет никаких патологий других, сочетанных каких-то аномалий, и самое главное ещё, что посмотрите на этих котят, что после кесарева у вас родились, как бы, всё ли с ними в порядке, сформированы ли эти котята, и всё ли у них там на месте, они уроды, или нет ли у них каких-то несовместимых патологий, как бы, да, ну, часто такие котята, уродцы, как я их называю, то есть аномальные котята, они являются препоном для нормальных родов, то есть если у него там аномально большая голова, или у него, у кошки случилось какое-то токсическое воздействие, чего-то, ну, вот буквально там, что-то уродство какое-то произошло, иногда физиологически кошка просто не может его выродить, при том, даже может такое случиться, что не легли крови, ещё раз говорю, то есть какое-то воздействие извне, там может быть кошка переболеть, чем угодно на первом триместре, и у вас там, как бы, можете получить кучу всего, и это не показатель, да, с одной стороны, то есть мы знаем, что это не врождённая аномалия, особенно если эта кошка всё-таки уже у вас рожала до этого сама, и мы знаем, что всё там хорошо, просто достаточно оставить матку и поменять кота, производителя, попробовать сделать другую вязку, если это будет сомнительно, сомнительно в каком плане, к эпохе сревосечением, открыли матку, посмотрели, что там всё печально, что там как бы врач, который оперирует, он сразу видит, как бы полость, да, что там внутри, если, простите, там всё уже в труху расплавилось, если есть уже гнойный процесс и всё прочее, не надо тут ничего бороться и ждать чудес, не будет никаких проблем с тем, что вы кошку стерилизуете, потому что таких кошек вы не сможете восстановить, это будет повреждённая слизистая, повреждённая выстилка, и такая кошка, она никогда не сможет в себя взять эмбрион, то есть эмбрион просто никогда не прикрепится, да, у кошки будут течки, у кошки будет всё подряд, но будет проблема, связанная с невынашиванием, то есть она не сможет рожать полноценно, и я не думаю, что вам такой производитель будет нужен, а у меня как раз, вот я думаю, что вы видите, да, есть такой чудесный вопрос, если кошку кисарять, можно ли оставить в разведении, и сколько по времени реабилитации до следующей вязки, как раз там мы это всё обсуждаем, сейчас я вам расскажу, какая реабилитация, а ещё один вопрос тоже, который вот вы видите, что можно ли кошки рожать после операции удаления грыжи, или выводить из разведения, зачем вам такая кошка в разведении нужна, все грыжи, они, ну, 99% имеют генетическую предисположенность, это не травматический характер, когда у вас кошка отгрызла кусочек пуповины, слишком близко к животу, да, и вдруг там прям вот под кожу откусила, нет, грыжа, это проблема связанная с генетикой, если сегодня это грыжика, то есть котёнка, мы вскрыли там грыжу, эту заправили, мышцу ушили, и дальше, да, эта кошка, она теоретически, она вас будет рожать, и с ней будет в принципе всё в порядке, вопрос в другом, а что вы ждёте от котят, у вас у котят через одного такая проблема, может рождать, то есть, может это просто, как в каждом помёте, у вас выстреливать, вопрос, надо ли вообще вот такое, вот такое, вообще с этим развлекаться, то есть, нужно анализировать, как бы, да, сопоставлять на чаше весов, целесообразность ваших действий, то есть, сохранять матку, и сохранять способность к воспроизводству потомства, должна та кошка, которая имеет абсолютно всё в норме, её котята в норме, у неё с родами всё хорошо, и что у неё вот так всё замечательно, ну просто вот экстренность ситуации, какая-то, да, бяка случилась, а когда всё плохо, да ещё если у неё родовая деятельность, там, плохая, сама по себе, и ведь родовая деятельность, и слабость её, может быть, разными факторами, да, отягощена, то здесь, конечно, лучше всего, просто убирая матку, и всё, и дальше живём спокойно, и занимаемся селекцией, с корректными животными, с сильным поголовьем, потому что слабое поголовье, оно нам как бы никому не нужно совершенно. По отсутствию родовой деятельности, это, конечно, отдельная тема, но я скажу, как раз это причина, да, для кесарева сечения проблемы с родовой деятельностью, то есть слабость родовой деятельности, её причин может быть огромное множество, может такое случиться, что у кошки есть проблема с воспалением, да, мы об этой проблеме можем вообще не знать, например, есть у неё вялотекущая мекоплазма, или вялотекущая хламидия, которая на всё это очень здорово влияет, и это может провоцировать на раз-два. Второе, слишком молодые кошки, которые решили, что в избежании пиометра, дай-ка мы сейчас часто текущую кошку повяжем очень рано. Вот такие первородки ранние, они могут быть размеров-то у вас любых, и маленьких, и больших, но вот такие первородки ранние, у них механизмы ещё в голове не созрели, то есть центры определённые, да, которые за многие вещи, и за иннервацию в том числе отвечают, поэтому часто случаются проблемы, как раз связанные со слабостью родовой деятельности. Есть родовая деятельность, и её слабость связана с многоплодием, то есть когда очень много котят, и первые потуги, схватки хорошие, вторые хорошие, третий слабее, четвёртый, вообще всё, и кошка на этом всё закончила, и она у вас вообще там раз в два, в три часа чуть-чуть подтуживается, и на этом всё как бы заканчивается. То есть это вот вторичная слабость, и здесь очень много было вопросов касаемо окситоцина, да, мы всем помним о том, что окситоцин мы до рождения плода не наносим, не вводим в кошку, иначе мы рискуем, как бы, что у нас произойдёт отслойка плаценты, мы потеряем котят, и есть риск сделать очень многие вещи, которые нам не нужны, и мы можем сильно кошке навредить, вплоть до того, что может разорвать матку. На своём личном примере, могу сказать, у меня была кошка замечательная, голубокремка, страйп, и на дворе был 99-й год, кошка была в родах, она родила одного котёнка сама, всё было замечательно, второй котёнок у неё застрял, и я ещё была зелёная совсем, и поехала в клинику. Вот в этой клинике котёнка выковырили, как ни странно, котёнок застрял в плечевом поясе, то есть голова вылезла, а кошка всё, она перестала, она зажала котёнка, и всё, этот котёнок, его выковырили, его вытащили, но, к сожалению, он там пожил буквально несколько минут, он погиб, но кошка продолжала тужиться, то есть она тужится, 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 у неё ничего не происходит, потуги очень сильные, что делает врач, он начинает ехать колотиокситоцин, зачем, вот сейчас, как бы, да, у меня вопрос, зачем, если у неё хорошие потуги, и кошка продолжает дальше тужиться, 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 в итоге я еду в другую клинику, у меня кошка кисарят, естественно, и я в шоке, конечно, что там два котёнка плавают в брюшной полости между кишок, то есть рог матки просто его разорвало около яичника, в их физичника, и всё, как бы, зачем кошку нагружать её кситоцином, поэтому сегодня как раз в комментариях, я для себя распечатала, был интересный вопрос, как раз в родовой деятельности, то есть кошка вроде бы там каких-то котят родила, был достаточно большой перерыв, там, допустим, стали стимулировать, послушайте, в каких дозах, 0,5, через 20 минут 0,7, ещё через 20 минут 0,7, и ещё через 20 минут 1 кубик, вы знаете, что в такой ситуации происходит, в таких лошадиных дозах, у кошки вообще просто останавливается родовая деятельность, просто от слов совсем, кошка перестаёт рожать, это передоза кситоцины, такая доза не может присутствовать в родах вообще, это слишком крутая доза, и для того, чтобы изгнать плоды, она не подходит, эта доза, поэтому в таком случае лучше сработает схема с маленькими дозами, то есть 0,2, 0,3, 0,4, это предельно допустимая разовая доза у кошки, даже если ты кошка по роду Мейнкуна гигант просто, это не надо миллилитр, это человеку, представьте, если 5 международных единиц в кубике, то человеку колят в родах, и после родов 1 миллилитр, это как, если представьте, а вы в 5-килограммовую кошку пытаетесь это вогнать, неудивительно, что такая кошка, она по-другому совершенно среагировала, опасен, ещё раз повторю, окситоцин крайне опасен тем, что он рвёт матки в хлам, и он провоцирует атонию, то есть координат диаметрально противоположен, не сокращает атонию, то есть матка становится такая, фух, как тряпка, и она перестаёт реагировать вообще на что-либо, поэтому, как бы, вот именно применение окситоцинового, просто вы можете очень сильно навредить такой кошке, лучше всего работать схемы с кальцием и с глюкозой, конечно же, а ещё не нужно забывать о том, что разные линии по-разному рожают, у нас как раз, вот про кисарёнку, про которую я сегодня вам рассказываю, она кошка с 2003 года рождения, а мамаша её, очень известная кошка, которую звали Череп, она у всех практически российских скотишеводов, есть водословный, Румфлот Бэст Бьюти, это кошечка, она 2001 года рождения, это Бэст Бьюти, у неё домашний им был череп, не от того, что она страшная, а от того, что она была черепахой, дети назвали её, так вот, вот этот череп, она у меня рожала по трое суток иногда, она была многоплодной кошкой, то есть у неё роды длились, она могла родить трёх котят, и всё, и дальше пойти есть, пойти котят этих кормить, и играть, она, если увидит комара или мух, у неё её тихо вообще трясло, а через 2-3 дня она могла ещё двух выродить, котят совершенно живых здоровых, как бы кошка очень крепкая, по иммунке по своей, и поленом не убьёшь, то есть я очень люблю эту линию, как раз именно за её хорошего иммунитета, и хороших вообще таких цыплючьих способностей за жизнь, но и она сама, и её дети, в частности вот эта вот Фрося, которая 2003 года рождения, которую моя мама до сих пор живёт, которая кисарёная, с проблемой, с просто, как рот у неё, там все швы, всё, как бы, грубо говоря, всё наружу, а эту кошку спустя 2 года рожает сама, слава богу, что просто ей вот, ну, было отведено родить этих двух котят, а если бы её было 8, то она бы их рожала, наверное, неделю, два, через день, ещё два, то есть, потом у нас есть эта линия и Биг Босс, у нас есть и Дюран Дюран, это дочка уже Биг Босс, Дуни, известная моя вот эта хитрая кастратка, чёрная дымная черепаха, которая воспитывает, грумерская воспитательница, которая у нас артистка, вплоть на сцене выступать, вот как раз тоже из этой же серии, то есть, кошки такие способные, если это генетически заложено, и вы знаете об особенностях этих линий, не надо нестись в клинику, и если у кошки всё хорошо, она не проявляет беспокойства, если вы знаете, вот она у вас там родила, и дайте вы ей отдохнуть, это физиологический отдых предусмотренный природой, в дикой природе кошки тоже не всегда рожают, вот так взял, родил и всё, если котят больше, чем 4, как правило, это стандартное деление на два таких, как будто бы различных процесса, то есть, это очень часто происходит, и оно закрепляется, не то же закрепляется, оно наследуется генетически, то есть, если такая кошка-мать, то у неё большинство кошек-девочек будут точно так же рожать с такими же большими перерывами, это нехорошо, это неплохо, и важно тонко чувствовать и видеть то, как кошка себя ведёт, если она у вас лежит с котятами, себя облизывает, вот это то, что она начинает себя облизывать, котят облизывать, это очень хороший показатель, что вы как бы всё-таки, ну, имеете правильную кошку, даже если вот такие большие интервалы, есть кошки, которые просто длительные интервалы между котятами, есть кошки, которые, как в туалет сходят, там за полчаса тебе пять штук выпулит, и всё, то есть, да, такие молниеносные роды, очень быстрые, это тоже не есть хорошо, на самом деле, потому что котёнку малышу, ему время нужно, чтобы по родовым путям пройти, чтобы вот этот процесс давления, чтобы он потихонечку имел свою правильную физиологию, для этого нужно время, а если этого не происходит, то как раз это при молниеносных родах 25% котят, как правило, погибают, то есть, четверть котят в молниеносных родах имеют смертность, и смертность не в ранний неонатальный период, а смертность, которая наступает, начиная там, ну, где-то с двух с половиной, трёх недель до полутора месяцев, как ни странно, и вот это вот как раз четверти, вот это, да, одна четвёртая часть таких котят, они хуже всего развивают, то есть, они родились все нормальные, а один не набирает вес, вот он сосёт, он активный, но он вес не набирает, у него к двуму неделям происходит угасание всех процессов, то есть, синдром угасания котёнка, вот это связано очень часто как раз с молниеносной формой родов, родотечения, а кошки, которые одного родили сейчас, дальше пошли, поели, поспали, не знаю, там, поиграли, такой тоже может быть, и следующего котёнка родили тебе через 6 часов, через 8 часов, и потом ещё через 6 часов, и при этом всё хорошо, всё прекрасно, но если, как бы, всё прекрасно, и кошка себя чувствует, у неё такая особенность, вы просто это знаете, и не надо тут нестись и паниковать, как правило, вот такая кошка, имеющая природой заложенные, большие интервалы между родами, вы знаете о том, что у них не всегда матка реагирует на тот же окситоцин, то есть, если она, ей не надо рожать сейчас этих котят, и она знает, что ей вот надо этого котёнка родить там через 6 часов, вы можете хоть плясать с бубнами около неё, она никогда этого котёнка не выродит, не нужно путать это с родовой деятельностью, именно с её ослаблением, да, когда есть резкое угасание поток, вот есть схватка, она не нарастает, она чуть-чуть напряглась, и всё, и как я уже говорила, то есть, матка как тряпка, такие кошки, которые имеют и первичную, вторую, и вторичную слабость родовой деятельности, которая некорректируемая, таких кошек не надо использовать вообще в разведении, стерилизуйте, пусть они просто живут, наши кошки, они должны воспроизводить нормальное потомство, многие мне задают вопрос в отношении планового кесарево сечения у брехицефальных пород, то есть перси и экзота, как я к этому отношусь, да нормально я к этому отношусь, это селекционная порода, поэтому если есть несовместимость, всё-таки мы отдаём предпочтение, чтобы у нас и мать сохранить, живой, здоровый, и котят, и как бы там люди не говорили, что ой, всех кесарят, неправда, у них есть как бы процент таких кошек, которые просто вот имеют, допустим, узкий выход из малого таза, и башка у котёнка, крупная, большая, он брехицефал, простите, и в такой ситуации доктор иногда принимает просто и заводчик решения, что да, у нас есть несовместимость, сделали рентген, посмотрели, или уже имели, допустим, первичные роды проблемные, которые закончились кесаревым сечением, а как правило, об этом узнаётся именно так, то в последующем, если кошка дала прекрасные потомства, и она прекрасная мать, я абсолютно не против того, что эта кошка будет в последующем рожать, ну, как планово и кесарево, да, то есть и не обязательно, что вы там раз в пять лет её должны вязать, абсолютно нет, то есть раз в год спокойно кошка такая будет у вас рожать, а сколько времени нужно ей на восстановление? Чуть-чуть дольше, чем в обычном периоде, на полтора-два месяца. Матка регенерируется очень быстро, но процесс для того, чтобы она могла всё нормализовать, чтобы взять в себя эмбрион, это не только задача самой матки, это весь кошачий организм, все её процессы должны быть отлажены и работать как часы, а для этого нужно время, не для того, чтобы у вас слизистая только заросла, и всё, и как бы на этом всё бы закончилось, поэтому кошке для восстановления нужно порядка где-то, ну, семь-восемь месяцев после кесаря, после этого спокойно её можно попробовать повязать, то есть от момента кесарева до момента предполагаемых последующих родов должен пройти приблизительно календарный год, поэтому это совершенно нормально, что после кесарева, чтобы у кошки, то всё то же самое, как и после пиометра, после кесарева сечения мы кошку, что делаем, корректируем, но не гормонами, контрасексом или перлутексом, да, а мы корректируем её мелатонином и убираем от неё свет, для того, чтобы кошка могла в полной мере набраться сил, набраться витамин, то есть мы используем схемы, плюс потом, а перед родами, то есть примерно там как бы за два месяца до предполагаемой вязки, всё, пожалуйста, начинайте стимулировать, и вяжите кошку, и всё будет прекрасно, и такие кошки, они очень хорошо и рожают, и кормят, и всё, всё в этом плане становится хорошо, и что касается, как раз вот по поводу операционного доступа, всё-таки какой разрез у нас лучше, сбоку или по белой линии, я как медик вам, я не ветеринар, но я имею медицинское образование, как медик я вам могу сказать, что по белой линии, это самый безболезненный, вообще сам по себе рубец, объясню почему, смотрите, анатомию всё помним, качков все видели, конкурсы бодибилдеров на животе, и у нас с вами, и у кошек, и у собак, ровно по центу, где вот эти желанные кубики пресса, есть такая полоска белая, которая не просто так называется белая линия, почему это белая линия так называется, что это такое, это ткань, которая похожа на сухожилие, то есть такая длинная верёвка, на которой нет нервов, то есть она не болит никогда, и к которой крепятся мышцы, то есть когда мы делаем разрез по белой линии, всего лишь открывается кожа, она и там сбоку откроется и здесь, здесь большой подкожно-жировой слой, который можно просто раздвинуть, не обязательно его там прям вот пилить, если уж прям он совсем огромный, да, нам придётся его надрезать, но здесь мы всё это раздвигаем, потом когда у нас есть вот эта белая верёвка, мы визуально это видим, мы у нас всё под контролем, мы делаем надрез, и просто это всё открываем, у нас всё как на ладошке, и у вас, вам не надо мышцы рубить никуда, то есть у вас мышцы, она не режется никуда, у вас нет крови даже при операции, понимаете, если корректно, то есть именно крови, конечно, когда работаете в полостях, уже, конечно, там всё это есть, но когда здесь есть сращение, то есть, ну, сухожилия, представляете, то там нет ни нервов, там нет никаких крупных кровеносных сосудов, самое главное, что кошка после родов, она что делает? Она встаёт, у неё мышцы все, конечно, они же начинают двигаться непроизвольно, она там захочет, не знаю, покашлять, в дыхании даже, брюшная пола задействована, как раз вот в таком случае, у неё, да, у неё будет то, что нитки будут на этом апоневрозе, и на коже будут нитки, понятно, что это неприятно, но не более того, нет вот этой страшной болезненности, а самое главное, что нет опасности кровотечения, и нет опасности задеть жизненно важные другие органы, а вот боковой доступ, это для заводчика сказки про белого бычка, и по поводу безопасности, конечно, это удобно, когда есть кошка, которая хочет, хочет, например, кормить котят, да, если мы про классический доступ поговорим сейчас, то есть стандартная операция, то есть не лапароскопическая, обычная операция, вот вслепую, которую у нас делали, прям вот, ну, можно сказать, с конца 90-х, очень практиковали врачи, и это пропагандировали, что, ой, давайте вот боковой доступ, он, у вас кошка сможет кормить, почему у нас так, да кошка и по белой линике солёной, она прекрасно, котят этих корней, сейчас не надо никакие попоны надевать, есть космопор, чудесная штука, волшебная, это повязки стерильные, чем опасен боковой доступ в классическом проявлении, то есть когда прям делается надрез, когда, во-первых, там два слоя мышц, вот так, внахлёст, там никаких сухожилий нет, никакого апоневроза нет, во-вторых, что и там есть риск задеть почечную лоханку, очень близко находится капсула почки, это сплошь и рядом, к сожалению, происходит, то есть задевают почечные лоханки, вроде бы кесарево проходит, всё прекрасно, всё чудесно, и вдруг буквально через короткое время, через там 2-3 недели у кошки начинается пилонепилонефрит, например, и то есть понятно, да, что хорошего здесь мало, то есть здесь проблема сейчас не стоит в этом вообще, потому что настолько всё отточено, врачей очень много, которые хорошо оперируют, и никаких проблем нет, но я так или иначе, если говорим о боковом доступе, то это исключительно только хорошее оборудование, хорошее лапароскопы, чтобы это были корректные хирурги, которые знают анатомию, и будут это видеть, и не будут работать вслепую, все проблемы с почками, они как раз связаны с тем, что многие работали вслепую, а достать, простите, дальний, глубокий рог, глубокий яичник, это нужно, ну, понятно, да, по локоть туда залезть, образно, я утрирую, но, чтобы вы понимали, это работа вслепой, сейчас лапароскопами всё это прекрасно делается, эндоскопические операции очень популярны, очень распространены, но я вам хочу сказать, что вот, например, у меня, я живу в городе Ликино-Дулёво, это восточная Подмосковь, у меня город маленький, 50 тысяч населения, близлежащий населённый пункт такой, чуть-чуть покрупнее, это Орехово-Зуево, там 300 тысяч населений, ну, приблизительно, а у меня нет в округе, вообще, блин, ну, ближайших, наверное, 50 километров от меня, ну, в Ногинске, если только, это далеко, это больше, чем 50 километров от моего дома, у меня ни один врач не делает кесарево, и ни один врач не делает стерилизацию, как бы вот так, как я хочу, понимаете, да, то есть ни один из них не будет это делать, они будут рубить, как их положено, если это кесарево, то нате вам кесарево, то есть, чтобы шов вот такой был, чтобы все радовались, понятно, да, как бы вот, ну, понимаете, это не везде есть, в Москве есть, в крупных городах есть, вот у нас, как бы, самый близлежащий, это вот Ногинск, там как раз делает, есть, работает в этой клинике наша коллега, кошатница, заводчица, бессинских кошек, прекрасный врач-кардиолог, который совершенно роскошно делает УЗИ, так что, владельцы Рэгдоха, Мэнкунов, возьмите себе на заметку, очень рекомендую доктора в Ногинской клинике, и оборудование там очень хорошее, так что, если нужно сделать сердечко, посмотреть котикам, ну, в общем, нужная вещь в хозяйстве, а что касается как раз лапароскопии, это нужно найти своего доктора, который вам будет это делать, и, собственно, чтобы вы это знали, не всегда есть возможность использовать лапароскоп, особенно когда мы говорим о кесаревом сечении, не о плановой стерилизации, да, как вы представляете себе кесарить кошку под лапароскопом, это невозможно, то есть, когда кошка, это прям полноценные боевые действия, то есть, это все у вас как на скатерти-самобранке должно быть вот так, как бы, вы должны все видеть, потому что очень большой риск, здесь ответственность у вас есть на, вас лежит на докторе, я все время пытаюсь сказать, что на вас, ну, понятно, да, что это только с вашего согласия все это будет происходить, и все это возможно, в общем, посыл какой, друзья мои, чтобы вы понимали, что кесарево сечение для кошки это не приговор, и не просто так, я вас связала воедино, чтобы вы могли понимать, после пиометры, да, после кесарево сечения, после проблемы, когда кошки не вяжутся, не текут некорректные гормональные контрацепции, всем известны наши чудесные медропеты, перлутекс и все, что с ними связано, да, препараты из этой линейки, все вот это вы одинаково корректируете, то есть схему у вас коррекции и последующей витаминизации, они у вас идентичны абсолютно, после хирургического вмешательства, после пиометры, после гормоналки, слизистая нуждается в отдыхе и в реконструкции, или просто так, как бы, да, про мукозу сегодня вам сказала, что добавляйте мукозу композитом туда, в эти схемы, и плюс не забывайте про жирорастворимые, интересные витаминки, которые у нас чудесные, и плюс светокоррекции во всех трех случаях, обязательно под прикрытием мелатонина, в этом случае у вас есть все возможности для того, чтобы не получить сиюминутный результат, вам не надо, чтобы у нас немедленно, чтобы кошка повязалась, вот все, врач сказал, что прямо сиюминуту надо прямо вот сейчас, такое как бы, такое не надо, это длительный период, и кошке нужно время, как ни странно, что касается стерилизации плановой кошечек, котят, ну вообще я хотела как бы на завтра, я расскажу вам завтра по кастрации котов, по стерилизации, но сейчас дам вам сравнительный анализ, что касается стерилизации кошек, вот смотрите, мы стерилизуем кошек в питомнике, когда 900 грамм, там да, 900-950 грамм кошки исполняется, по весу, не по возрасту, по весу, но возраст это примерно, ну с трех до четырех месяцев, вот в этот интервал, и чем все удобно, во-первых, риск кровотечения минимален, мы используем коагулятор, мы используем вот такусенькие, тонюсенькие ниточки, все у нас чудесно заживает, у нас никаких отеков нет, а самое главное, это же не кесарева, не кесарева, нам не надо преодолевать, как бы, никакой плацентарной борьбы, потому что его нет, это котенок, поэтому таким котятам используется чудесная совершенно анестезия с выходом, с антидотом, я не знаю, как бы, у нас очень много лет мы используем демитор с антисиданом, это известный достаточно препарат, демитор, антисидан, и его все аналоги, тот же Дорбен, все это совершенно чудесно, вы можете использовать длительно, и самое главное, что выход из наркоза, он очень быстрый, если вы вводите антидот капельно, то есть, ну, капает препарат, то у нас нейтрализация, как бы, вещества, анестетика происходит за буквально несколько, несколько секунд, вот, поэтому здесь, здесь, пожалуйста, внимательно к этому отнеситесь, не надо кошка, то есть, ее прооперировали, а она молниеносно, вы сделали, налепили повязку, все, тут же ей сделали антидот, она проснулась, если котенка вы не капаете, то есть, не капельно, внутримышечно вводится наркоз, это очень часто, также, субстраненная практика, у маленьких котят, чтобы не было каких-то тромбоэболитов, ну, многие, действительно, доктора этого боятся, то при внутримышечном, даже введении антидота, ты только успел повязку эту зафиксировать, заклеить, не успел руки еще помыть, все, уже кошка пошла, то есть, да, и она там шатается, она сразу поднимает голову, котята, коты, это все очень быстро, я завтра вам подробно об этом расскажу, по стерилизации, мы кастрация, у нас прям отдельный, большой будет блок, вот, и сегодня все-таки, давайте, наверное, еще у нас немножко осталось времени, по поводу котят и родов, все-таки, есть ли способ какой-то повысить количество котят у малоплодных кошек, здесь нужно заниматься конкретно обследованием данной кошки, есть две вещи, влияющие на фертильность, вещь номер один, это генетика, которую никто не отменял, есть кошка, которая, ее мама родила, ее одну, ее бабушка родила, одного, либо двух котят, то есть, есть генетическая предрасположенность, как бы, много ли котят будет, и каждое последующее поколение, оно может меняться, в сторону увеличения, или в сторону минимизации, потому что коты-то производители, они привносят другой генетический набор сюда, поэтому вы тоже должны знать о том, что котенок кошка, он же не только от мамы все это берет, он же 50-50-50, поэтому от такой малоплодной кошки иногда может случиться, что, конечно, кошка имеет набор генов от папы, она прекрасно рожает, и много рожает котят, здесь очень много может быть таких генетических сюрпризов, вторая вещь, которая, которая на самом деле, тоже, как бы, будет являться показательной фертильности, это ее физиологическое состояние, даже то, что, помните, да, когда мы иерархию с вами рассматривали, есть подавляющая какая-то кошка-самка, которая прессует определенный социальный слой своих подруг, так называемых, и такие кошки, либо они не рожают, являются нянечками, либо они рожают, допустим, по одному котенку, и котята очень часто не жизнеспособны, либо, например, у кошки есть проблема, связанная с овуляцией, то есть, что-то случается с овуляцией, либо это может быть связано с количеством фолликул, да, в яичнике, то есть, количество яйцеклеточек, сколько природы ей заложено, опять-таки, эта кошка может случиться с тем, что индукция беременности, в частности, привязки, когда есть индукция овуляции, когда вот яйцеклетка для того, чтобы она вышла, кот должен не просто войти в кошку, а должен свои зонтики, раскрыть шипы, только в этом случае у нас, как бы, выделится это солнышко, эта яйцеклеточка, способная к оплодотворению, но иногда не от кошки зависит, а зависит от кота, то есть, если кот-то, допустим, под долгое время находился под суприларином, у них шипики, они редуцируются, и потом долгое время они возобновляются, то есть, может такое случиться, что не каждая садка может быть продуктивной, и не на каждую садку произойдет у вас овуляция, то есть, если достаточно стимуляции нет, безусловно, конечно, также может влиять, врожденное строение, маточных, как бы, ну, рогов матки, на моей практике у меня была замечательная кошка-вафелька, на сайте у меня, можете видеть ее в фотогалерее, красивая очень кошка, у которой, которая с кроликом у меня везде на фотке, астрайта, прямоухая шотландка, сильвер, чоколад, сильвер таби, то есть, шоколадный мрамор серебристый, хорошая красавица, замечательная, было все это очень давно, но она повязалась, она начала рожать, и не может никак, думать, что такое, у нее просто, то есть, она тужит, а видно, что как-то странно сокращается живот, кошку в итоге кисарили, и вот я хочу вам сказать, что у этой кошки, у нее, вместо вот такой буквы В, матка вот такая у кошки, буква В, а у нее матка вот такая, извините, не тот палец, у нее один рог есть, в котором находится котята, а вместо второго рога у нее слизистый тяж, то есть, у нее просто ее врожденная вот такая аномалия, поэтому есть сил и маточных сил сокращения не было достаточно для того, чтобы сгнать эти плоды, и поэтому у этой кошки в ее жизни был единственный помет вот этих котят, хорошо, что это все очень быстро случилось, и мы видим, видим как раз то, как мы оставили, увидели как бы вот этот помет, но кошку, конечно же, с такой патологией никогда в жизни мы больше вязать не стали, мы ее стерилизовали, потому что такая кошка не может рожать априори, причем это не было генетическая аномалия, потому что ее мать прекрасно рожала, ее бабка прекрасно рожала, и все со строением женского начала у них было замечательно, она вот что-то повлияло на стадии эмбрионального развития, что она вот такая у родителей, причем она повязалась у нас с первого раза в возрасте, почти там год и восемь месяцев, то есть у нее прекрасно протекала беременность, все было хорошо, но в голову даже такое не могло вообще прийти, что такая проблема у кошки случилась, и узнали об этой проблеме непосредственно в родах, поэтому на количество котят и говорить о истинном малоплодии можно очень долго, и вы будете понимать тоже то, как работает сама матка и как работают яичники, малоплодия часто является именно следствием, причина совершенно другая, например, кошка рожала, все было замечательно, много котят, потом получила контрацептивы, покормили ее перлутексом, допустим, или там ковенаном укололи, прошло время и 2, и 3 года, вот такие кошки очень часто, либо пустуют долгое время, много вязок имеют, пустых, 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 либо они становятся малоплодными, то есть, почему, потому что это не связано обычно с самой маткой, это очень часто связано с яичниками, потому что гормоны, которыми мы кормим кошек, которые нельзя вообще ни при каких обстоятельствах делать, если мы за вами заводчики, то у нас они влияют на что? На железистую ткань, яичники, что это железа, которая продуцирует не только вот эти яйцеклеточки у нас, она еще, простите, продуцирует желтые тела, что сохраняет беременность у нас, это гормоны продуцируются яичниками, поэтому все вот эти контрацептивы для кошек, они влияют непосредственно на яичник, и вместо полноценной яйцеклеточки, вот пузырик внутри яйцеклеточка, котик кошку повязал, пузырик лопнул, яйцеклеточка вышла, пошла жениться со сперматозоидом, все, все прекрасно, а в случае воздействия гормонов, у нас вместо яйцеклеточки несовершенной, незрелой яйцеклетка, а шарик-то раздувается, вот этот сам по себе фолликул, который иногда перерождается, то есть оболочка становится слишком плотной, происходит перерождение этой ткани, я не просто так вам сегодня, тоже в очередной раз говорю о том, что железистая ткань вовлечена в опухолевый процесс, все вот эти кисты, а киста это пузырек, то есть пузырь мыльный с оболочкой, с плотной, это опухоль, как вы не крутите, поэтому вот такие кистозные поражения яичников, представляете, вот кот кошку повязал, пузырь лопнул, а там незрелая яйцеклетка, она ничего не сделает, она не может оплодотвориться, а допустим на 10 вот таких мыльных пузырей, только одна яйцеклеточка, кот кошку вяжет целую неделю образно, либо там 4 дня он ее вяжет, в итоге только один котенок, почему? Потому что вот эти нездоровые клетки, пораженные кистами, то есть часть яичника пораженной кистами, среди них какая-нибудь одна может выстрелить здорово, и это малоплодие постгормональное, оно связано не с тем, что кошка, у нее плохая матка, если она до этого рожала, это связано с поражением яичников, таких кошек из разведения, как бы страшно и жестко не звучало, таких кошек можно оставить, лучше выводить из разведения, но если вам архиважна какая-то линия, например, очень ценный экземпляр, либо по какой-то причине вам прям вот кровь из носа, но нужно от нее что-то оставить, и вы знаете о истинности ее бесплодия, именно не бесплодия, а малоплодия, чтобы причиной этого малоплодия послужила гормонотерапия контрацептивная, а до этого все было прекрасно, да, в этом случае вы можете кошку и раз, и два повязать, и три раза, пока вы не получите то, что вы оставите себе, потому что у нее с генетикой это все в порядке, но не нужно забывать о том, что неправильный функцион яичника, перерождение, да, вот эта железная ткань, к сожалению, оно прогрессирует, то есть у вас сегодня кошка, она родила котенка, ага, вам, допустим, нужен кот, а родила она у вас кошка, через год вы ее повязали, допустим, да, она у вас родила еще одного котенка, опять нету, а через еще год она вообще может у вас не повязаться, она может у вас впасть в затяжную течку, и вы получите пиометру, то есть по возможности таких кошек, как единицу, лучше вообще убирать, за исключением каких-то, ну прям супер вообще редких, вот таких вот случаев, Поэтому очень интересно, для меня очень интересны вообще вот такие вот как бы темы по репродукции, потому что огромный накопленный опыт, с удовольствием, в общем, буду с вами делиться. У нас вообще на этой неделе, чтобы вы знали, мы поговорим, конечно же, еще, это вот только у меня на трех листах ваши вопросы, касаемо вот предыдущих тем, репродукции, это вот сегодняшний только листочек, и вот зелененький в ответе только сегодня мы то, что разобрали, то, что успели разобрать. Поэтому завтра поговорим тоже как раз стерилизация, кастрация, раннее, позднее, что, зачем и почему, то есть вот это все, конечно же, обсудим, обсудим ваши вопросы сегодняшние, конечно же. На этой неделе мы с вами обязательно поговорим о интересных ваших возможностях на предмет фотосессии, фотосъемок, котят, кошек, производителей, ваших эфиров, ваших трансляций. То есть это у вас будет очень интересная, полезная неделя. Так что всем до завтра, друзья, хорошего вечера, напоминаю, в 19.00 на время карантина нашего самоизоляции ежедневно побудем мы с вами в прямом эфире. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok